Ну что, друзья, еще раз всем привет. В этом видео, в третьем подсчете, мы сегодня будем добавлять товар, ну и, собственно говоря, искать блогеров, раздавать товар, делать для них объявления. Скажу так, уже такая необзорная рабочая часть. Но прежде чем мы к ней перейдем, давайте немного опять затронем тему бренда, потому что сегодня, в общем, я добавил товар, добавил его под своим брендом. Параллельно я отправил письмо на подтверждение бренда. То есть бренд мне еще не подтвердили, а товар, поскольку я добавил под своим брендом, сегодня мне этот товар заморозили и написали письмо, что типа там ссылаемся на правило, на все такое, то есть сначала вы должны получить одобрение по бренду, а потом добавлять товар под этим брендом. Поэтому, да, сейчас еще раз про бренд. Это вот здесь находится. И в прошлый раз я говорил, что там есть три варианта. То есть вы можете быть хозяином бренда, можете быть, как это называется у них тут, кем-то там продавцом первого уровня, авторизованным продавцом первого уровня и второго уровня. Я говорю, что понятия не имею, в чем разница. Так вот теперь я знаю, в чем разница. В общем, если вы владелец бренда, ну все понятно, вы владелец бренда, предоставляете документы из-за USPTO, когда выдан бренд, сколько там действует разрешения. Ну там все очень просто, вот можно щелкнуть. Вот торговая марка, наименование, регистрация, номер. В общем, если вы на Амазоне подавали документы на бренд, то и вам здесь тоже проблем не составит это сделать. Вот теперь, что касаемо первого и второго уровня. То есть если вам разрешение на продажу выдал сам владелец, то вы получаетесь продавец первого уровня. Вот, а если вам разрешение выдало, то есть вам надо просто подтверждающее письмо от владельца. А если вы продавец второго уровня, то есть это когда вам разрешение выдал не сам владелец, а продавец первого уровня, то вам надо, собственно говоря, разрешение вот от этого чувака, от первого уровня, и разрешение от владельца для продавца первого уровня, то есть вам надо будет две бумажки загрузить, это вот быстренько вот так вот про бренды, потому что был такой вопрос, ну ладно, перейдем, перейдем собственно говоря, тогда уже к добавлению товара, так, давайте перейдем на английский, чтобы было попроще, и так, да, продукты, заходим сюда, и здесь вот есть это new product, вот у меня, видите, товар, то есть он сейчас заморожен, потому что у меня идет проверка на бренда, проверка, у них в правилах написано, 1-3 рабочих дня занимает, так, ну пошли добавлять товарчик, это какие-то новости тиктока, что-то прилетели, ну давайте посмотрим, что интересное, ладно, потом не будем сейчас смотреть, да, вот так это все выглядит, вот, в принципе, если подготовиться к добавлению товара, то все это занимает буквально пару минут, я подготовился, ну как подготовился, то есть фотографии, название товара и, собственно говоря, описание, ну это на Амазоне буллеты, да, и видео, вот, ну к этому товару у меня видео нет, но в принципе, в принципе разницы никакой, ну сейчас покажу, быстренько все это сделаем, да, нажимаете вот сюда, первая страница, так, 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 сейчас мы найдем, что я хотел добавлять там, добавлять кучу всякого у меня тут, вот, то есть формочки для льда мы будем добавлять, да, по правилам, то есть не больше 5 мегабайт, по-моему, должна быть фотография, так, сейчас накидаем быстренько, и тут, кстати, у них очень удобно есть такая штуковина, то есть эти фотографии можно просто перемещать, то есть вы можете сначала накидать, а потом расставить их в нужном порядке, вот, тут не надо удалять, добавлять, то есть все очень, очень быстренько все делается, в этом плане удобно, вообще, то есть ТикТок, скажем так, они, ну многое, конечно, взяли с Амазона, но потому что там по-другому никак, то есть если ты торгуешь в интернете, то все равно принцип один и тот же, но хотя ТикТок, да, выделился, то есть у них нет какого-то там каталога, может он и есть где-то, но не так люди покупают товар, не как на Амазоне, заходят в поисковик, там что-то ищут, вот, выбирают, то есть тут люди в основном делают импульсивные покупки, то есть увидели, что блогер что-то выложил, они такие, о, да, классно, круто, мне это надо, я тоже хочу и все, то есть если у вас товар какой-то сложно технический, возможно ТикТок вам не подойдет, потому что люди тогда пойдут, как сказать, ну смотреть на другие сайты, на тот же Амазон, то есть что там, не знаю, какой размер, цвет, какие-то негативные отзывы, а из товара очень простой и блогер, собственно говоря, видео показал все, например, вот форма для льда, то есть блогер видео, он может показать, что вот форма, заливаете воды, вот так достается кубик, он вот такого размера, то есть тут людям не надо какой-то дополнительной информации, что-то где-то искать, то есть какую-то аннотацию, тут все видно, что формочка резиновая, что она такого-то цвета, кубик получается такой, вот так кладешь его в стакан, заливаешь водой, все отлично. Так, ну и давайте еще какую-нибудь вот эту вот добавим. Вот фотографии, то есть мы загрузили, еще одну хочу, еще. Так, вот он не грузит эту фотографию, потому что она видно, видно большая, вот эту вот, да, он не грузит. Вот, да, не хочет ее загружать. Ну, не хочет, не надо, все равно мы этот листик делаем, то есть чисто так, для проверки, вернее, чтобы вам показать. Так, вот здесь вот описание товара, да, 40, 40 чего-то там, символов или чего-то, так, у меня есть, я вот здесь подготовил себе подсказочки. И вот здесь на основе вашего названия, то есть он предлагает вот категории, либо вы можете вручную выбрать категории. И тут он еще, кстати, предлагает в название вставить ключевые слова, то есть которые он считает, что типа они улучшат поиск вашего продукта. Вот, питчен можем доставить. И вот этот вот, ну пускай будет, если он хочет. Да, и тут он может предлагать, типа там перебрать как-то по-другому. Ну, в общем, короче, он вам так вот с элементами искусственного интеллекта предлагает создать название. Так, что-то тут еще. Кухонные принадлежности. Так, а может что-то кухонные ножи, барбекю, формы, да, посуды, например, пищи, столовые приборы, посуды, посуды для питья, гаджеты. Ну, может быть это контейнеры, консильный фруктовый, буквы, три миллиона. Так, может посуды для питья, пищи, гаджеты, посуды, приборы. Вот, тарелки, миски, напомнили. Липечка. Так, не буду я загоняться сейчас. Специальные кухонные принадлежности. Да, все равно по категориям, то есть никто особо их... Главное, что связано с кухней, потому что потом, когда мы будем искать блогеров, там не будет такое, что у блогера написано, что вот он там специализируется по кухне и конкретно по специальным кухонным приборам. То есть, ну, это не так важно. Так, вот здесь вот, да, он предлагает бренд добавить. Тут вот он предлагает, также есть подсказки по бренду, но поскольку у меня здесь никакой бренд на этом аккаунте не добавлен, я выбираю No Brand. Вот. Если у вас какой-то бренд добавлен, то, соответственно, вы можете выбрать его из списка. Так, дальше. Ну, здесь, собственно говоря, идет описание у нас. Да, вставляем описание. Так, вот тут он пока 938 красненький. Не знаю, примет, не примет. По-моему, тут тоже есть какие-то ограничения, но сейчас посмотрим, когда будем утверждать листинг. Так, дальше. Ну, здесь вот видео загрузить. Загружается видео до 100 мегабит. Мегабайт, в чем там, замеряйте, не знаю. Потом вопрос был про вариации. Вот. Вот здесь можно поставить галочку добавить вариации, если хотите. Если что, потом можно добавить на готовый уже листинг. Здесь мы ставим цену. Ну, и количество штук. Вот. Так, тут в зависимости от категории они задают всякие вопросы, типа, содержат ли там батарейки, пестициды, всякая остальная хренатень. Но, естественно, все это мы ставим, что ничего не содержит. Так. Ну, если действительно не содержит, иначе там запросят разрешение. Ну, так, здесь у нас, здесь у нас вес надо указать и размеры одной единицы. Я тут, по-моему, получается, сейчас вспомню. На 4, на 6, по-моему, так вот. И вот он показывает, сколько будет примерно доставка стоить. Вот. Но делаю вам такую подсказку, что на почтах США они могут развернуть ваш товар, скажем так, если он не проходит по весу. Вот. И они размеры не измеряют, поэтому здесь можно немного схитрить. Тут можно вообще посмотреть. Например, если было 7,5, а если мы поставим 4, то уже 5,8. Ну, 5,8 явно симпатичней. К тому же штука эта, получается, она резиновая, то есть мнется. Можно ее укомплектовать по-другому. Самая минимальная цена, у них, по-моему, получается 3,5, если мне память не изменяет. Ну, 3,99. Но если даже мы поставим везде по единицам. Так. И вес поставим тоже минимальный прям. Вот. 3,59, то есть это минимальная цена отправки. То есть можно рассчитывать примерно вот так вот. Так. Здесь у нас будет 8. Поставим 4. И 4. Там резиновый, можно их смять. Да, вот получается 5,8. Собственно говоря, все, листин готов. Теперь нажимаем вот на эту штуку. Нет, не готов. Что-то ему не нравится. Не нравится ему, скорее всего, описание. Да, наверное, много тут слов сейчас будем удалять. Не знаю, сколько они тут. Либо, может, ему что-то другое не нравится. Не, ну, тут все. Все, в принципе, понятно. Все, в принципе. Все, в принципе. Что-то, да, подвисает немножечко. Ну, подождем. Ну, я думаю, сейчас эту проблему мы решим. Потом, короче, листинг будет на одобрение. Ну, на рассмотрение, точнее. Но рассмотрение проходит очень быстро. Буквально, ну, если нет никаких вопросов у них. Просто я вчера добавлял один товар, и там на фотографиях были надписи. Вот. И я добавил товар, и он где-то, наверное, час висел в таком вот подвешенном состоянии. Я фотографии изменил. Тут, кстати, да, можно... Можно, можно, можно эти фотографии. Ну, в общем, прямо здесь можно увеличивать, уменьшать размеры, то есть выделять какие-то области. Вот. То есть я сделал так, чтобы не было надписей. Я перегрузил, то есть листинг, и все, он сразу добавился. Ну-ка, ну-ка. Так, ну вот, да, фотография всплыла. Да, тут вот можно выбирать размеры. Вот, то есть выделять какие-то области, разворачивать фотографию. Вот, то есть есть вот такие всякие опции. Ну, если это вам будет интересно, можете посмотреть, поиграться. Так, вот, листинг утвердился, и это просто заставка. Тут вы можете перейти в менеджеры листинга, либо добавить еще один товар. Мы перейдем в менеджеры листинга. Сейчас он... А, вот он сразу, прям вот за секунду. То есть товар у нас уже готов, уже добавлен лиф. Написано. Да, здесь вы можете посмотреть, как он будет выглядеть, как его будут видеть блогеры и покупатели. То есть вот фотографии. Вот так вот они листаются. Да, можете скопировать ссылку. Здесь вот название. Здесь вот, да, в тот раз мы как раз настроили, чтобы доставка была бесплатна, поэтому вот тут вот у меня бесплатно. Если бы мы ее не настроили, тут была бы стоимость за доставку. Ну и буллеты. Да, если было бы видео, то вот здесь вот было бы еще видео, вот фрешипинг. Так, ну, собственно говоря, товар у нас добавлен. А что мы делаем дальше? Дальше мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем. А куда мы идем? Мы идем, наверное, в Централ. Так. Нам нужно... Так, вот дальше мы идем, мы идем вот в эту вкладку Profilate. Нажимаем на нее. Ну, тут там видео надо посмотреть, обучающие, поскольку аккаунт новый. Вот, ну, когда вы его посмотрите, уже не надо будет. Да, переходим сюда. Он сразу вот перебрасывает на вкладку Open Collaboration. Это, то есть, вы должны разместить свой товар, чтобы, как сказать, ну, другие блогеры... То есть, вы сейчас не конкретно предлагаете каким-то блогерам, а непосредственно, то есть, всем вы предлагаете. Вот, типа, есть витрина, можете, типа, продавать мой товар. Добавить коллаборацию. Тут вот он спрашивает, сколько процентов мы готовы заплатить блогеру, чтобы он продвигал нас. Ну, поставим 20 процентов. У меня, в принципе, в цене это заложено. Так, вот тут вот они спрашивают, готовы ли я отправить бесплатные сэмплы. Смотрите, я вначале на одном товаре пробовал, то есть, я раздавал бесплатные сэмплы, и, соответственно, было много желающих взять мой товар, чтобы поработать с ним. А потом я решил проэкспериментировать. А если я сделаю, что будет не бесплатные сэмплы, а что им надо будет их покупать? Короче, никто, никто не согласился. Вот. Тут сами решайте одобрить создателей. Да, то есть, не так, что они просто захотели и взяли ваш товар. То есть, вам на рассмотрение будут присылаться их кандидатуры, вы будете выбирать. Ну, и, конечно, доставку тоже. Тоже мы делаем бесплатную. Так, здесь опять какая-то реклама. Так, открывается у нас вот эта вот страница. Тут, смотрите, очень важный такой момент. Я сначала не понял, что у меня случилось. Мне эти блогеры писали, что, типа, у вас аутосток, мы не можем получить ваш товар. Там все такое. Я не понимал, в чем дело, пока мне умные люди не подсказали, что на этой же странице, вот тут, смотрите, есть сколько бесплатных сэмплов вы готовы раздать. Вот. Вот тут вот. Ну, без вашего разрешения в любом случае они раздаваться не будут. Поэтому вы можете с запасом поставить, например, там 50 штук. Потому что, когда это, как сказать, лимит будет превышен, то в Open Collaboration, то есть, скажем так, блогеры, которые, не которых вы можете это раздавать бесплатно сами, сколько угодно. Вот. Но блогеры, которые будут сами предлагать свои услуги, у них будет написано, что аутосток, потому что будет превышено 50 штук. Вот. Тут всякие настройки, которые, вот, честно говоря, нафиг не нужны. Вот. Потому что в любом случае, то есть, ну, типа, кто может увидеть ваше предложение? То есть, не знаю, сколько у них должно быть подписчиков, то есть, сколько денег они должны заработать и так далее, и так далее. Вот. Я здесь ничего не выставляю, потому что все равно из Open Collaboration, поверьте моему опыту, мне вот человек 700, наверное, ну, небольшой опыт, конечно, но человек 700 мне написали. Из 700 человек я только одна, нет, с двумя я согласился работать. Все остальное это вообще новые блогеры, прям нулевые, то есть, без какой-то истории продаж. Ну, в общем, но при этом они хотят бесплатно ваш сэмпл. Вот. Поэтому, ну, я им не отправлял, потому что, ну, выхлоп от них никакого. Так, здесь мы вроде все настроили. Да, вот этот ползунок должен быть включен, что все у вас работает. Угу. Ну, тут можете посмотреть всякие настройки. Ну, это то, что мы сейчас вот видим. Так, все, ваш товар, собственно говоря, размещен, и блогеры, они будут видеть, так, это что у меня тут, два. Непонятно. Угу, уже один. Да, то есть, они уже будут видеть, у них, видно, там какая-то есть витрина, где они могут выбирать товары и сами предлагать поработать с вами. Этот товар, собственно говоря, уже к ним туда, куда-то на витрину залетел. Вот, если он будет кому-то из них интересен, они вам напишут. Вот здесь у вас будет сообщение, светите. Ухожу. Ну, у меня сейчас тут нет ничего, потому что мне никто не писал. Вот, а здесь будет приходить сообщение, и здесь вы будете переписываться с блогерами. Так, товар добавлен, теперь у нас следующая стадия, и это, собственно говоря, найти блогеров самим, найти, кому бы мы хотели отправить сэмплы, чтобы они продвигали наш товар. Для этого мы идем, мы идем вот сюда, вот, FinCreators. Нажимаем сюда. Вот, тут нам уже предлагают каких-то блогеров, ну, сами они просто там что-то. Так, мы нажимаем на Creators, и вот тут мы ищем, кто нам нужен. То есть сначала это те, которые там работают по категориям. Ну, тут давайте я для удобства переведу на... Ага, не хочет он, хотя странно. Я же всегда, всегда это делал на русском языке. Так, Creators, да, категории. Ну, нам, естественно, интересна категория Kitchen. Мы ее выбираем. Тут, да, будут еще выпадные всякие... Тут можно для чая, потом ножи, барбекю, бар. Ну, бар нам точно подходит. Вот. Тут вы можете выбрать, что вам подходит так. А что он точно не переводит? Переводил же. Нет. Ну, вот такое бывает. То переводит, то не переводит. Сейчас не хочет переводить. Ну, вернем тогда на родной его язык, чтобы не было никаких проблем. Так, да, FinCreators. Так, категория. Ну, давайте просто весь Kitchen мы выберем. Или не, можно урезать? Давайте, да. Ну, барбекю нам... Ну, хотя, для льда форма, то есть, когда барбекю, жарко могут. Так, кухонные ножи, ну, навряд ли. Чай, кофе может пригодиться. Да ладно, оставим, короче, все. Тут и дринк, всякая остальная штука. Вот, выбираем. Так. Так, потом дальше смотрим мы здесь, сколько мы хотим, чтобы нам показалось, скольки подписчиков. Ну, от 10 тысяч я ставлю, потому что меньше 10 тысяч, вот, ну, шлаг полный. Так, что еще тут у них? Тут есть вовлеченность, можно все оставить. Вот, здесь что у них в приоритете? Видео не записывают, либо лайвы проводят, я оставляю все. Здесь, типа, кто они там, менеджеры, агентства, ну, тоже, короче, ненужная категория, это тоже ненужная категория. Тут две важные вот в этой вкладке, вот, вот эта вкладка Creators. Потом вот followers, идем. Возраст. Возраст, ну, в принципе, под наш товар любой возраст подходит, поэтому мы выбираем все возраста. Вот, пол. Пол, ну, у нас тоже и мужчины, и женщины. Пол, да. Так, дальше двигаемся. Вот здесь вот важный такой момент. Это количество, скажем так, заработанных ими денег за месяц. Я пробовал, ну, как сказать, искать вот блогеров вот с этими показателями, то есть от нуля до 100 долларов. То есть, ну, это вообще ни о чем, и это ни о чем. И это, в принципе, это, знаете, я всегда ставлю вот здесь вот галочку, больше 10 тысяч долларов. Вот, когда, скажем так, я их всех перелопачиваю, ну, соответственно, не вручную, забегая вперед, скажу, кстати, в следующем видео я расскажу про программки, которые помогают работать. В частности, это бот, который рассылает все вот эти приглашения, чтобы вам не вручную делать. И еще там одна программка специально для поиска товаров. Вот, но это будет в следующем видео. Вот, то есть, когда я перелопачиваю все вот эти вот 10, да, я могу вот сюда спуститься. Еще может быть что-то вот тут вот прилетит. Но чаще всего вот одной вот этой достаточно. Так, дальше. Это, 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 это. Это количество проданных единиц ими в месяц я тоже ставлю по максималке. Иногда бывает еще сюда, но от 100 до 1000, как правило, тоже ничего интересного там. Так, здесь. Здесь сколько у них просмотров видео, сколько просмотров лайва, это вообще по барабану. Ну, то есть, если люди зарабатывают нормальные деньги, нам, нам все равно, сколько там смотрит их. Это уровень вовлеченности. Ну, хотите, поиграйте, я ничего не ставлю. Это типа, сейчас мы когда будем рассматривать листинги, там есть степень доверия, что ли, продавца. Ну, то есть, по 100% шкале, то есть, какова вероятность, что он ваш товар не просто себе заберет, а отправит. То есть, там будет 90%, 95%, там 50%, вот вообще 7%. Но тут они упростили, просто назвали окей, good и better. Вот, ну, я оставляю все. Вот, так, ну, в принципе, вот мы все выставили. И вот нам, собственно говоря, показывают вот блогеры, которые нам подходят. Которые нам подходят. Так, ну, давайте мы их сразу... А, нет, мы тут что, не можем отфильтровать? А, можем вот тут вот. По заработанным деньгам поставим их. Пускай нам покажут. Ну, вам сразу скажу, то есть, вы особо не обольщайтесь, потому что ребята, которые много зарабатывают, они с вашим новеньким товаром, у которого нет истории продаж, особо работать не будет. Да и вообще, то есть, ребята, которые много зарабатывают, они работают вообще на других условиях. И с ними надо работать индивидуально, то есть, писать письма, что, типа, дружище, давай поработаем, на-на-на, то есть, готов помимо вот тех процентов, которые мы выставляли, то есть, заплатить тебе, то есть, там, деньги. Там, не знаю, но цены обычно варьируются от 100 до 1000 долларов. Вот, опять же, смотря, что за блогер, какие у него продажи, насколько он замотивирован, насколько вы замотивированы. То есть, это все индивидуально тут как-то не подберешь. Вот, ну, короче, да, давайте вот этого посмотрим. Если, то есть, он вам подходит, вот здесь мы высылаем ему инвайт, но вот так оценить, подходит он или нет, это очень проблемно. Что мы видим? Ну, собственно говоря, информацию о блогере, то есть, какие у него тут, в каких категориях он работает, вот сколько у него подписчиков, то есть, процент по полу, да, по возрасту. Ну, и тут вот можно посмотреть какое-то видео для примера, что он там снимает. Это сколько денег за месяц он заработал, но не лично он, а продал товаров на эту сумму. Вот, это сколько штук товаров он продал, это сколько видеопросмотров количество там набрало за 30 дней. Да, это вовлеченность, ну, скажем так, людей, которые смотрели. Да, но мы можем перейти вот сюда, то есть, на самого блогера. На самого блогера мы перейдем. И здесь посмотрим уже более подробную информацию. Да, fast growing, это, ну, типа, быстрый рост, ну, это хорошо. Здесь, да, иногда они пишут, там, снимают, там, веселые видео, снимают, там, какие-то видео, еще там, что-то. То есть, тут можно почитать какую-то аннотацию к нему. Ну, что тут, жизнь мамы и находки в магазине, распространение добра, это мои бронереги, на-на-на-на-на-на-на, всякая, короче, такая штуковина. Да, можете ему сразу напрямую написать, можете добавить его в избранное. То есть, это очень тоже такая штучка, я вам попозже про нее расскажу. Вот, то есть, можно высылать приглашение каждому индивидуально, можно их добавить в избранное, штук 50, и сразу разом выслать. Это вам сейчас тоже все покажу. Так, смотрим, сколько, на сколько он опродавал, сколько штук он продавал, это что-то там, сколько денег за тысячу просмотров, короче, какая-то херня. В общем, вот эти, ну, на них не смотрим, вот основные вот эти показатели. Пол категории, ну, тоже не особо важны. Если, потому что, если у человека есть продажи, если он зарабатывает, то какая нахер разница, какого пола его категория. Не, ну, если, конечно, вы продаете женские трусы, понятное дело, на мужчин, ну, хотя, кто знает, может, есть любители такие. Так, вот процент, с какой вероятностью, что он снимет видео про ваш товар, то есть 88,2. В принципе, неплохой процент. Да, тут, давайте переведем, тут эта страница должна на русском работать. Средняя ставка комиссии, то есть комиссия в основном 14,99, то есть он работает. То есть ему можно комиссию 15 предложить. Здесь сколько товаров он все продавал, то есть с какими сотрудничество брендов, то есть с какими брендами он работал. Можно посмотреть. Средняя цена, то есть продуктов, которые он там продавал за 30 дней. Так, здесь количество видео, среднее просмотрение, короче, херня, вот это вот все. Вот это про лайвы тоже херня, пол подписчиков его, но опять же, я говорю, если вы не женскими трусами, Техас, штаты, ну, это я не знаю, это если, может, вы флаги штатов продаете, и вам это интересно. Вот, вот эта штука нам интересна и очень важна. Это, собственно, первая вкладка, это деньги. То есть это сколько, вот он по дням, то есть в этот день 6, 7, 8, 3000, то есть вот он сколько. Потом у него херакс, сколько, 91 тысячу, на 91 тысячу он продал за один день, вот, и потом пошло. Но это, скорее всего, вот одно видео было, а потом вот это, знаете, я это называю фонит, то есть от этого видео. Вот, то есть это не значит, что тут у него было другое видео, потом третье, четвертое, то есть это, скорее всего, поскольку это деньги, это фон от этого. Тут, да, вот в деньгах, но я обычно смотрю в штуках, мне это интереснее. То есть вот сколько он, 200-300 штук в день продает, 78, да, 88, херакс, 3,800 просто. Вот, потом это его подписчики, вообще не нужна информация, просмотренных видео. Ну, здесь, может, вот, когда он выстрелил, у него сколько, было 3 миллиона, что ли, просмотров. Да, уровень вовлеченности, тоже не особо нужна информация. Вот, то есть, ну, в основном это деньги и штуки. И вот здесь можно посмотреть вот видео, и вот здесь вот можно посмотреть видео, которое он снимал. То есть, ну, наверняка вот это вот видео, оно у него будет в топе. На чем же он там все-таки поднялся, давайте посмотрим, да. На, ой. Короче, бритва для подмышек, вот на чем она поднялась. Я, кстати, вот до того, как стал заниматься тиктоком, я думал, что, как сказать, вот эти блогеры, которые продают, они там какие-то видео снимают, они интересные. Поверьте мне, вот столько шлака на смотрится. Вот это далеко, как сказать, не последние полосатые подмышки в вашей жизни. Ну, короче, понятно, на бритву. Кстати, вот эта бритва, она сейчас в тренде. Вот, ее многие продают, и она очень хорошая продажа у этой бритвы. Вот, поэтому не мудрено, что она на ней выстрела. Да, потому что я буду показывать все программы, с помощью которых можно анализировать, что она продается. Вот такую вот хренотень вот они все снимают. И у этого, да, то есть, вот это вот видео 23 миллиона посмотрели с подмышками. Вот это 65 тысяч. Короче, ладно. В общем, да, ну, сделаем вид, что нам этот блогер подходит. Все отлично, замечательно. Ну, хотя он нам так и так подходит. Скорее мы ему не подойдем, чем он нам. Да, мы тогда высылаем ему приглашение. Вот, то есть, да, вот этих блогеров полно. Каждого можно заходить, смотреть. То есть, менять вот здесь настройки, как вы хотите. Вам будут выдаваться эти блогеры. Вот. У некоторых, гаденыши, назовем их так, они скрывают вот эту информацию. У них будет написано, например, продаж там от 1000 до 10 тысяч. То есть, сколько точно, непонятно. Количество продаж, например, от 100 до 1000. То есть, будет скрыта информация. Я, как правило, таким особо не отправляю. Редко бывает. Вот тут у них вот это будет скрыто, вот это скрыто. Но у них будет количество подписчиков, вот, и количество просмотренных видео. И просто можно ориентироваться. Поэтому, конечно, если у него, допустим, просмотрено, ну, все скрыто, и просмотрено там 3 миллиона просмотров. Ну, думаю, такому можно отправить еще, конечно, сэмпл, если 3 миллиона. А если просмотров там 100 просмотров, 200 тысяч, то, ну, нахер таких. Вот, так, ну, давайте отправим ему инвайда. Отправляем. И вот сейчас у нас открывается вот такая вот штуковина. Ну, вот это не смотрите, это у меня на предыдущий товар был, у вас тут ничего не будет. Мы должны, собственно говоря, создать объявление для приглашения. То есть мы нажимаем сюда. Нажимаем сюда. Открывается у нас вот такая вот страница. И вот здесь, вот здесь мы пишем, ну, как оно будет называться, чисто для себя там. Напишем. Вот. Потом, сколько будет действовать вот это вот объявление. То есть вот тут мы выбираем календарь. А кто-то из ребят ставит по максимуму там на 3 месяца. И вот у него будет висеть у этого блогера, скажем так, ваше объявление 3 месяца. Я так не делаю. Я, вот, например, вот можно, то есть ближайшее число 30-е, я обычно ставлю дня, вот, ну, сколько, ну, выходные, ладно, мы не будем считать. Ну, дня на 4, на 5, потому что если у него висит объявление это, то второй раз ему предложить этот товар вы не сможете, пока не кончится ваше объявление. Вот. Я сторонник того, что я лучше каждые 5 дней буду их задалбливать и отсылать новые, потому что, во-первых, у меня в списке их объявлений, мое объявление будет выше. Вот. Ну, и постоянно мелькать у них перед глазами. Нежели вы один раз сделали на 3 месяца, оно пришло, и 3 месяца висит, и, ну, и вы ничего не можете сделать. То есть, не, ну, можете его отозвать. Просто, когда у вас таких объявлений будет десятки тысяч, искать его, ну, нереально. Вот. Поэтому, ну, давайте вот сколько. Так, раз, два, ну, это выходные. Ну, вот, вот так. В принципе, 95% блогеров осматривают все это в течение одного-двух дней. Вот. Потом уже редко у меня вот, ну, почти такого не бывает, что спустя там неделю или две, как я отослал, люди там очухались, такие, о, да, хочу с тобой работать. Так, здесь ваш почтовый адрес, здесь телефон, это не обязательно, здесь вот вы пишете какую-то, какую-то штуковину, типа, там, hello, типа, мне нравится, что ты делаешь в ТикТоке, на-на-на, там, у меня есть там продукт, давай, давай поработаем вместе. Этот продукт там мы продаем уже 5 лет, то есть на других площадках, типа, он продается там тысячами штук. Ну, в общем, надо разрекламировать свой товар, ну, сделать какой-то призыв к действию, чтобы он такой, о, да, там, хочу, давай. Вот, то есть видео, то есть или лайвы, ну, это не принципиально. Вот, потом, соответственно, мы выбираем товар. Ну, у меня он тут один. Добавляем товар. Вот, потом вот настройки вот здесь у нас идут, то есть это вот бесплатная доставка ему будет или за деньги, естественно, лучше бесплатная, потому что за деньги они, ну, не берут. Вот, тут, то есть автоматически подтверждается или вручную, лучше вручную, потому что, когда вы будете с помощью бота рассылать, это объявление будет рассылаться десяткам тысяч людей, и если они скажут окей, и у вас стоит автоматом, то сразу, ну, будет типа как отправка им, а вдруг вам не подходит этот блогер, поэтому лучше вручную. Вот, да, ну, и тут вот выбран, собственно говоря, наш этот чувак, и вот мы отправляем ему. Ага, забыл, да, поставить процент. Ну, да, поставим 20%. 20%, да, отправляем. Ну, все, я вас поздравляю, собственно говоря, обучение торговли на ТикТоке подошло к своему завершению. Примерно вот так все делается, все происходит. Вот, то есть добавляете товар, потом ищите блогеров по критериям, вот, которые тут указаны, и, собственно говоря, отправляете им приглашение. И, ну, и все, и ждете ответа. Вот, потом, когда они ответят, вот тут вот есть вкладка, запрошенные сэмплы. То есть, ну, и здесь, когда они одобрят, вот здесь будет отображаться. Это типа, когда вы еще раз подтвердите, нажмете окей, будет ready to ship. Вот, то есть, когда вы сделаете наклейку. Ну, это потом, да, я еще сниму видео. Нет, это не последнее видео, я говорю, еще будет видосы. Вот, то есть, это когда вы уже отправите, это когда они получат ваше видео. И вот здесь, вот тут, видите, циферки отображаются. Тут не отображается. Я, как дебил, очень долгое время сидел, не мог понять, когда же они начнут снимать видео. Тут же, наверное, циферки тоже будет, как и тут. Вот тут ни хера не будет цифр, к вам надо будет вручную переходить сюда и смотреть. Тут будет блогеры, которые уже отсняли видео. Вы можете посмотреть их видео, то есть, там, списаться, еще что-то. То есть, это, которых вы не одобрили. Ну, вот это тоже ненужная вкладка. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе. Так, так, что я еще обещал? А, обещал вам показать, как можно ускорить этот процесс. Например, 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 например. Так, ну да, давайте по категории. Я тут, когда вот вручную делаешь, по одному отправляешь, то есть, она постоянно сбрасывается, постоянно надо вот этой вот хренотенью заниматься. Ну, китчин, да. Что у нас тут? Вот, 10 тысяч. Так, видео-вовлеченность. Это мы ничего не ставим. Здесь пол. Весь. Здесь. Так, здесь. Вот 10 тысяч я ставлю. Здесь вот тысячи. Ну, все остальное нафиг не надо. Да, и вот он нам выдал опять, то есть, кучу всяких блогеров. И мы можем, мы можем просто ставить плюсики. Например, да, ну я тут, то есть, вы можете посмотреть, подходят они или не подходят вам, то есть, заходить. Вот, но я сейчас не буду смотреть, я сейчас вот просто вот так вот отмечу. То есть, можно 50, не, отметить можно больше, но в приглашении помещается 50 блогеров. Вот, то есть, вы их отметили. Ну, допустим, там 50, одному мы уже отправили. И мы идем вот сюда, вот. Менеджер. И вот здесь они все у нас отображены. Вот эти вот блогеры. Вот. Так, и тут есть типа, чтобы всем отправить. То есть, не по одному, как вот я сидел, сейчас мучился. То есть, а мы можем отправить всем. Это что такое? Нет. Так, сейчас только разберемся, как, потому что вручную я давно это все не отправлял. Сейчас мы найдем, как это отправить. Пакетное, пакетное создание. Так, вот, по-моему, пакетная штуковина. Да, и вот вы выбираете. Вот видите, можете 50 в одно приглашение добавить. Вот, нажимаем вот сюда. И тут опять мы делаем вот это вот приглашение. Или, может быть, оно будет уже... Нет, оно тут так не будет отображаться. Ну, давайте опять... Да, поставим это на 5 дней. Почта. Это все есть. Видео какое пофигу. Продукт. Продукт есть. Так, процент 20 ставим. Так, сэмплы. Мануал. Ну, и все. Все, мы разом отослали. То есть, не по одной штуке сидели, возились. И вот тут, да, вот эти вот, собственно говоря, приглашения. И тут можно смотреть тоже по ним всякие. Можно изменить их. Да, посмотреть какую-то статистику. Можно, да, на них нажать. Посмотреть. Ну, это когда у вас будет. У меня вот, например, на другом аккаунте... Вот здесь у меня, получается, 4 приглашения. И то тут 1, 5, 1, 15 человек. У меня на другом аккаунте за 2 недели я набил, получается, 700 вот таких штук. В каждом по 50 человек. Сколько там? 35 тысяч, что ли, разосланных? Ну, по-моему, да. Хреново с математикой. Вот, собственно говоря, потом, да, вы ждете. То есть, вы, например, завтра заходите. Если они, кто-то согласился, здесь будет гореть такая точечка. Вы нажимаете сюда. Ну, это я тоже покажу, если нам кто-то одобрит. Вот. И тут кто с вами хочет работать. Вот, примерно так это выглядит. Это если делать вручную. Видео, наверное, долгим получилось. Но, я думаю, очень полезным, продуктивным. Завтра, завтра что? Завтра пятница. Ну, завтра, может быть, еще, да, сниму видео. Но, в любом случае, я его сниму. Это будет как раз, вот, собственно говоря, как вот эту всю вот хренотень, вот эту вот рутину ускорить, чтобы программа работала за вас. То есть, расскажу вам про программы, которые помогают все это автоматизировать, чтобы не сидеть вручную, выбирать, отсылать, создавать вот приглашение. А просто вы делаете одно приглашение, ставите характеристики, нажимаете ОК, и все, и уходите гулять, там, не знаю, дня на три, на четыре. Просто каждый день заходите и смотрите, как у вас тут стоят одобрения. То есть, кто хочет с вами работать. Вот, но это я завтра все расскажу. Вот, ну, пока что все. Есть какие-то вопросы, звоните, пишите. Нет, звонить не надо, лучше пишите. Да, также напоминаю, что открыт для сотрудничества, если вдруг кому-то что-то надо. Кстати, да, мне один человек написал, говорит, давай проверим мой товар. Мы закинули его товар, я запустил бота. Там, ну, у него узкая категория была, там, короче, вот три блогера откликнулись. Сегодня мы отправили им сэмплы, посмотрим, что получится. Вот, поэтому, если вдруг вы тоже хотите проверить свой товар, и он у вас есть на препе, а не на Амазоне, потому что с Амазона, ну, проблемно отсылать. Вот, пишите, можем затестить ваш товар, если даже у вас нету аккаунта. Так, 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 ну, наверное, все. Что еще я хотел добавить-то? Наверное, все. Пока что все. Да, какие вопросы будут, оставляйте в комментариях. Все, не хочу вас больше грузить, наверное, уже утомил разговорами.